ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Продал автомобиль, а письма счастья всё равно приходят. Покупатель не зарегистрировал машину на себя. Как это ни печально, но штрафы прежнему собственнику придётся оплачивать. Такое решение вынес Верховный суд, информирует издание за рулём. Договор купли-продажи транспортного средства, составленный от руки, для него доказательством не является. Поэтому специалисты рекомендуют продавцам обращаться в ГИБДД и узнавать, выдано ли на авто новое свидетельство о регистрации. Если этого не произошло в 10-дневный срок, надо требовать снятия машины с учёта. ТРАССА СТО ОДИН Госдума одобрила законопроект о введении уголовной ответственности за умышленное перекрытие дорог и, как следствие, прекращение движения транспорта. В списке санкций есть и штрафы, и принудительные работы, и тюремное заключение. Например, на 8 лет можно будет сесть, если из-за перекрытия в машине скорой помощи скончается пациент. Можно ли будет по данной статье привлечь коммунальщиков, которые разрыли улицу и сорвали сроки окончания ремонта, не уточняется. ТРАССА СТО ОДИН Так называемых экзаменационных маршрутов для выпускников автошколы в российских городах не будет. Экзаменаторы на месте сориентируются, по каким улицам, правда, из-за ранее утверждённого списка, кандидатам в водители надо проехать. Об этом заявили в МВД. Ведомство напомнило, что правила сдачи практического экзамена на права изменятся в апреле следующего года. Автодром и город объединят в одно испытание. ТРАССА СТО ОДИН Каждый четвёртый россиянин хотел бы приобрести автомобиль чёрного цвета. На втором месте белый цвет, на третьем – синий, сообщает издание Автоньюз со ссылкой на результаты социсследования. Также большей популярностью пользуются красный и зелёный цвета. Наименее востребованными оказались бежевый, розовый и золотой. ТРАССА СТО ОДИН Американские эксперты составили список автомобилей, у которых реже всего возникают проблемы с двигателем. Исследование коснулось машин, выпускаемых с 90-х годов прошлого века. В перечень попали Хонда CR-V, Тойота Камри, Хонда Аккорд и другие модели. Но на вершине оказался пикап Тойота Такома. Это Хайлюкс, адаптированный для США. Также Янки назвали марки самым недорогим ремонтом силового агрегата. Это Кия, Крайслер, Мазда, Хёнде и Додж. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН